Итак, всем привет, с вами Допган, мы продолжаем играть за интересную личность в Кайзершизу. Если вы вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем идти по нашим невероятным фокусам. Господи, левая Германия через революцию очень сильна, а Гебелес еще сильнее, тут бафы просто космические. Я не рассматривал все бафы вот эти, но по ощущениям, наверное, там тоже сильные. Хоть может и не настолько, тем не менее, все равно, да, по ощущениям очень сильна. У нас предстоит еще очень много чего сделать, у нас целая куча политических фокусов, и тут потом будут вообще очень интересные внешние фокусы. Но к ним мы придем, когда придем. Поехали. А вот тут у нас у Афсии начинается проблема, посмотрим, что тут будет, но скорее всего, я думаю, они победят венгрии без своих проблем. А вот у нас открываются решения на гидроэнергию, и по факту это просто три фабрики, каждая две за 100 дней, и потом еще одна за 100 дней. Может потом будет еще попозже, но пока что так. В принципе, полезно. Но я бы, наверное, пошел уже вот сюда. Здесь куча инфраструктур, это же супер жестко, конечно же. Но, наверное, наверное... Давайте, да, начнем с синтетики, потому что я бы начинал уже потихоньку ее строить. Тут есть плюс скорость строительства, 20%, темпы исследований 20%, господи, баф космический. Потому что у нас фабрик уже такое количество солидное. Можно потихоньку переходить на синтетику. Военные заводы нам не супер нужны прямо сейчас, потому что у нас еще не хватает хороших проектов танков. У нас нету средних орудий. Как бы, средние танки эти есть, да, но хотелось бы, наверное, чуть попозже. И самолетов тоже, как бы, супер хорошие шаблоны у нас. Пока что достроить бы именно такую промышленность, так сказать, на лейт. А напасть нас вряд ли кто-то сможет. Россия в гражданской войне находится. Мы тут успешно этому помогли. Интернационал на нас вряд ли должен нападать, потому что мы как будто притворяемся их такими полдрузьями. Но мы-то знаем правду. И Антанто тоже вряд ли они, скорее всего, будут рубиться с Интернационалом. То есть для нас это идеальное состояние. Инфраструктура, блин. Давайте, наверное, все-таки возьмем. Здесь, ну, уж очень много инфраструктуры. Это достаточно выгодно, потому что, ну, примерно две инфраструктуры. Это одна фабрика, даже чуть-чуть побольше. И тут много дается. Ну, и, конечно же, это ускорит нам очень постройку и ускорит, увеличит производство некоторых ресурсов. У нас, кстати говоря, есть очень сильный концерн на противопехотное снаряжение. 15 противопехотные атаки и 10 противотанковые. По факту, нам здесь важна именно противопехотная. Тут, конечно, есть и другие не менее сильные бафы, как бы, да, вот эти вот всякие. Но, объективно говоря, вот это самое сильное. Еще я, наверное, бы перед исследованием артиллерии присоединил бы на артиллерию, чтобы взять себе побольше противопехотных атаки. Вот здесь вот 15% есть тоже. Это тоже очень сильно, на самом деле. Опять-таки, потому что здесь базовая очень жесткая. А по политике, я думаю, нам должно хватать. У нас, вроде, приросты очень жесткие. Здесь мы все закончили. Вся промышленность у нас готова. Поехали сюда. Да, начнем мы, наверное, с вот этого фокуса чуть-чуть стабильности. У нас еженедельное изменение есть. Политка, либо в принципе, наверное, да. Давайте, не, давайте сюда в штате побыстрее пойдем, чтобы разведка начать уже качать. Фабрики просто как пирожки печем. По примерно 45 дней выходит на одну фабрику. То есть, вот, топ-46. Ну, допустим, очень-очень быстро мы их делаем. Вот так, делаем фолькштурм. Даем, так сказать, государственные фрагменты фолькштурм. Именно государственные. Понимаю, это вместо СС, так сказать, сделали фолькштурм, допустим. Сделаем в Тирштаде очень сильный тутбав. И только минус небольшая стабильность. Но нам пойдет. У нас базовая очень высокая будет со временем. Ну и, возможно, мы еще откуда-то сможем подобывать себе. И тут единственное, у нас есть слухи о нашем Гейбрисе. Конечно же, ложные абсолютно. Хотя, в реальной жизни это были, на самом деле, правдивые слухи. У него реально были какие-то проблемы со здравыми реальные. Я думаю, вот мы достраиваем вот это все уже, последние фабрики. Переходим на синтетику. Нам бы ее неплохо было бы поделать побольше. Франция поднимает социальная республика, допустим. Подождите, это... Это не здесь, слава богу. Подождите, это здесь, да, социальная республика. Но это патернализм, так что это не сильно социальная, не сильно республика. Ну, допустим. Что, за готово? Поехали, наверное, куда? Вот сюда, короче, в почту. Там сильные будут решения. Насколько я помню, я чуть-чуть посмотрел. Поэтому туда побыстрее бы пойти было бы неплохо. И, конечно же, выходим в новую пехотку, чтобы побыстрее закачать пехотостряжение 2 с нашими бафами. Еще мы исследовали новый тир промышленности. И, господи, посмотрите на эти цифры. Просто... Какое-то космическое производство у нас. Сейчас мы начнем производить потихоньку авиацию и танки. И, да, я ожидаю, что просто какие-то космические вводят цифры. Приговор Оскара в деле Бангера. Кто это такой? Убийство изнасилов нескольких несовершеннолетних. Господи, какой ужас. Смерть в газовой камере. Итак, готова. Свободная немецкая молодежь. И поехали в УФА. И делаем кровь и почва. Предатели среди нас. Ага, кто-то пытался держать молодежную службу обязательные. Конечно же мы сделаем то, что должны. Они, конечно же, должны. Это им только на пользу пойдет тут послужить. Кстати, додает нам присоединение дивизии из военных бафов. Это приятно. Еще, я думаю, можно сделать себе морской концерн. У нас есть очень неплохие бафы крейсеров. Я бы, наверное, до них и пошел. Хотя тут есть еще очень жесткие бафы авианосцам. Как можно видеть, и тяжелым кораблям. На самом деле, что-то намного сильнее было бы перевооружить все эти. Давайте просто крейсеры будем продолжать делать. Ну, объективно говоря, тут только заметность и максим скорость, и ПВО полезно. Есть еще минус 2 стоимости, тут очень жесткие все концерны в целом. Как бы, вот этот был бы, наверное, самым сильным для тяжелых кораблей. Но мы все-таки делаем крейсеры, так что давайте, да. И я бы на этом фоне мог бы взять и перевооружить все крейсеры, которые мы тут делали. А их тут вроде как должно быть немало. Ну так. Синтетика тем временем идет полным ходом. Мы уже можем просто полностью отказаться от резины импортной. Потому что у нас вся наша резина идет нам домой. Нашей командной экономикой прекрасной. Так что да, мы очень быстро построим и для себя, и для каких-то, возможно, наших союзников. В скобочках у нас союзник 1, наша армия. И у этой армии есть 2 подчиненных, флот и авиация. Ой, Геббельс делает новое кино, смотрите-ка. Ну, по классике. Геббельс любил и кино, и радио, и все варианты, как можно воздействовать на людей. В принципе, логично. КП и нет. Кровь и почва готовы, теперь давайте-ка вот сюда. Прекрасное слово. Вы хотите его услуг прочитать, мне как-то не хочется. И у нас тут есть различные новые решения теперь. Вроде вот такого запрещено, запрет табака, например, у нас населения. Либо вот охрана окружающей среды, которая дает нам жесткие бафы на самом деле. Стабильность, разведанная, РГА, высокие ресурсы, политочка. Но самое сильное, по-моему, так, падение, это неинтересно. Это вот это, наверное. Хотя, блин, подождите, мне казалось, тут где-то было ТНП. Ладно, возможно, я ошибся. Возможно, я ошибся. В любом случае, я бы начал, наверное, с охраны окружающей среды. Выглядит интереснее всего. Так, популярность получили, приятно. Теперь слава фольксфюреру. Получаем, теперь у него, Гебельса будет именной бафчик. На стабильность, поддержку войны, прирост политка власти. Очень сильные бафы. Конечно, будет нам очень приятно их получить. И вот мы принимаем законы об окружающей среде. Поехали. 50 дней на это потребуется, но да, даст нам это очень много. Господи, страна эта просто суперсильная. А потом на этой огромной инфраструктуре мы будем уже строить военные заводы. Потому что у нас, в принципе, к этому моменту как раз подоследуются все необходимые нам техи для танков и для самолетов. Золотов у нас тоже тут огромное количество. Так, готов у нас бафчик. Тут какие-то очень осудительные вещи говорят, но допустим. И у нас тут опять новые бафы. Стабильность, поддержка войны, господи. Так, а туда-сюда. Куча потери гнеза при движении, минус 50%. Господи, это суперсильно на самом деле. Это такой один из бафов небольших, которые, ну как бы на сам бой не влияют, но неплохо. Получаем, вот армия плюс 50%, скорость, людские ресурсы. Организация 10, разве данный минус шифрования? Господи, просто супер мощно на самом деле. Но я бы начал, давайте вот с этого бафа, потому что там открываются у нас решения. И нам бы на самом деле начать эти проекты уже исполнять. Давайте начнем с этого. Да, с этой еще минус НП, там еще потом, по-моему, минус НП будет. Скорость национал популистов. И вот тут смотрите-ка. Получается, что некоторые фракции в нашем правительстве просто хотят отказать от любой формы марксистского фасада. Ну, ладно, ладно. Низкая революция будет идти вперед. По-моему, у нас по фокусам ничего не меняется. Мы все так же, конечно же, левые... Да, красный империализм, все правда. Это мы все так же левые, только немножко слишком левые. Как говорится, настолько эвые, что уже и правые. Понедельник шарф, инцидент в Пупенфартене. Блядь. Ой. Ребята... Да. Невероятный ивент. Давайте спасает фольксфюреру жизнь. Две стабильности возьмем. В Германии не принято говорить об инциденте в Пупенфартене. Если что, надеюсь, вы в комментариях про него тоже упоминать не будете. Синтетическая волна. Так. А что это такое? Новая форма музыки. Синтетическая музыка. И немецкая, однако, в случае, не пришло к вниманию. Давайте, плюс политка. Почему бы нет? Я не против. У нас есть политка на решение, но я бы, наверное, оставил политку на решение с немецкого фронта. Вот оно, формирование немецкого рабочего фронта. Союзы будут объединены в один национальный профсоюз немецких рабочих. Новый день для профсоюзов Германия. Отлично. И вот у нас новое решение. Альцваген, минус ТНП, плюс стабильность недели, скорость дивизии. У нас политка стабильности стабильности. Скорость стабильности. Здесь еще бафщик неплохой, но уже такой маленький по сравнению со стабильности. Ну, конечно, мы начнем с Вольцвагена, господи. 5 ТНП, стабильность и скорость дивизии. Берем. И тут идем в социалистическую архитектуру, я думаю. Давайте-ка начнем. Тут еще плюс скорость строительства, господи. И мы заменяем Штрассера на Шпира. И Шпир даст нам, да, неплохие бафы. Поехали. Потому что сейчас у нас вот этот парень, который дает нам скорее дебафы. Потому что опять скорость строительства ни в коем случае не стоит от производства, которое он дебафает. Германская эпопея. Мы смогли жизнь вдохнуть в киноиндустрию. Он ничего не может сравниться с Голливудом. Но мы пытаемся переменить. Ага. Ну, абсолютно исторически нормальные события, верно? Ночь в театре. Да. Тюмфа, салатская воля и наследие. Угу. Гитлер отважился на поле от обстрела, что суть из своего рядового. Да, да. Ну, я думаю, можно заниматься уже вот этими решениями тоже. Потому что они все нам полезны будут. И вот оно. Помните того парня, который давал нам минус производства? Теперь у нас тут стоит шпир, который дает плюс сохранение и плюс масса эффективность. Намного-намного полезнее. И давайте сразу сделаем вот эти вот... Сабаны. Это тоже инфраструктура, скорость дивизии. И мы делаем суперкрутые поезда. Это тоже что-то типа было... Какой-то... Вундерваффе. Какое-то. Ну, типа, на какое-то будущее, что в Германии будут вот такие вот поезда ездить. По-моему, что-то такое было в идеях, и по-моему, что-то такое есть в Человек-высоком замке. Но мы здесь сделаем это в реальности, как говорится. И поступило наше второе обеходное снаряжение. Посмотрите, насколько оно сильнее. Да, это жестко. О, смотрите-ка еще. Латинский алхарит введу его иностранного расширения будет вытеснен в письмости германского футарка. Граждане будут изучать... обязаны изучать футарк. Перед два года латинский запрещат... Запрещат. Шифрование плюс 30 с зарубежной подробной деятельностью минус 10. Ебать. Просто нам наваливают всех возможных бафов. Ну, и я бы политку, кстати говоря, сейчас оставил, чтобы следовать артиллерию под бафом. А здесь мы, наконец-таки, идем вот сюда, наверное, на революционный полк. Да, давайте-ка. Революционные полки. Наконец-то. И вот оно. Да, мы получаем еще инфраструктуру. В скобочках у нас... И уровень инфраструктуры звучит как что-то слишком жесткое. Давайте начнем строить, потому что здесь можно только что-то одно одновременно делать. А нам бы в идеале все эти проекты сделать, наверное. И вот такое вот у нас уже производство резины, товарищи. 142. Это мы сейчас еще достроим. То есть, ну, как бы, я думаю, на всю игру нам примерно хватит. И это еще мы ресурсы немножко прогрейдим. И по вот этим уровням, и по резине вот тут. Так что там будет еще круче. Вот оно. Вольцваген. Чудо немецкой инженерии... Инженерной мысли, точнее, в руках народа. У нас есть 14 МП. И это еще не предел, как говорится. Итак, есть у нас революционные корпуса. Первый генерал революционных... А, революционного полка здесь написано. Ну, допустим. У нас Терелонтонс. Гиммлер. Увеляется на пороге. Окей. Поехали. Теперь занимаемся... Давайте культуру кампфом. Курную книгу делаем. Допустим. Я так понимаю, это что-то типа вместо Библии будет или что? Да, вместо Библии. Будет распространяться новая священная книга по званию Капитал. Отлично. И здесь давайте что, бафнем вот это, наверное, Е. Тут тоже интересные бафы, но... Объективно говоря, они слишком большие по сравнению с вот этим вот. Да, это очень приятно. И мы уже можем тренировать наш флот практически стабильно. У нас производство, конечно, 7 тысяч, а трата 10. Но как бы это около нормы. И какой же у нас огромный прирост политки. У нас почти 3 единицы. Вот сейчас мы вот это сделаем и будет реально под 3 уже. С топ поддержки военной, со стабильности. Она расцветает. Я подумал, что я сделаю 27-ки, чтобы было побольше у меня... Это артиллерия побольше софт-факи, которую мы возьмем с бафчиком нашим. И так, давайте вот с этого начнем. С врагов народа, как говорится. Так, тут в фокусах ничего не происходит. Да, а потом у нас снова Германия. Как прекрасно. Так, мужчины среди мужчин. Центр подготовки офицеров ПП. Это... Блин, тут каждый раз по-разному называют. Короче говоря, революционных корпусов, я так понимаю. Германия будет провести больше таких мужчин, и ее будущее не за горами. Отлично. Ага, ага. Короче говоря... Тут, да, тут, короче, очень-очень жесткая подготовка, но нормально. И вот сейчас ставим себе как раз-таки, как я и говорил, артиллерию на 15 противопехотной атаки. И ее можем доисследовать. И сейчас посмотрим, насколько бафнится наша дивизия от этого пехотная. Эта артиллерия готова. И давайте-ка вот так. Плюс 40 всего лишь, слушайте, не так много, как хотелось бы, на самом деле. Но все еще неплохо. Но самое главное, конечно, что бафы на пехотку здесь остаются, так как и бафы на артиллерию вот здесь вот. Теперь делаем лагеря, так сказать, санаторий для тех, кто хочет поработать побольше. Продолжаем тут заниматься нашими железными дорогами, уже как колейными. И нет, к сожалению, инфраструктура не вылезла, так сказать, за уровень 5. То, в принципе, логично. Так что, да, не суперэффективно, но, допустим, хочется построить, может, нам под конец что-то будет интересное. Есть плюс 10 объема. Теперь давайте-ка ночь длинных, не знаю чего. Ничего не происходит в Германии. И остается нам взять только новую Германию. И начинаем делать наши танки. Единственное, что меня, как бы, немножко в грусть, так сказать, помещает, это то, что у нас нет собственных каких-то иконочек. И то, что у нас, в принципе, из-за того, что у нас тег вот именно в революционной Германии, у нас все немецкие, реальные иконки, все немецкие названия, все пропало, к сожалению. Так, здесь мы куда пойдем дальше? Давайте-ка, наверное, вот сюда, куда-то. Надо все еще кнопки щуки нажимать, но вообще... Ну да, давайте все-таки в прирост политики до конца дойдем. У нас тут 3.01 прирост каждый день. Так что, да. Ну, справедливости нам эта политика нужна, потому что здесь очень много кнопок, куда ее потратить. Но могло быть и наоборот. Что-то новая Германия за 7 дней. Посмотрите на это. Прирост населения. Что плюс военнообязанное население. Капитуляция плюс 50%, что, как бы, заставит нас капитулировать только при буквально нуле провинции, наверное. Добровольцев отправлять можно, максимум планирования. Короче, все очень-очень круто. Главное, никому не вспоминать об инциденте в Пупенфарте. Помните, мы не говорим об инциденте в Пупенфарте. Тогда ничего не произошло. Вот он, день в Мюнхене. Вставляйте ребенка на путь, по которому ему надо идти. Даже старости, он не отступит от него. Наставляйте, а не не вставляйте. Да, ребенку... Ну ладно. Так вот, много у нас живет у счастливых людей. Может, так тут рассказывают семью. Вот она, коварный француз, верломный кассер в Африке, наши противники. И бровь начала загибать, и лицо пока сняло от него. Да, да. Он хочет стать солдатом. Прекрасная мечта у парня. Не будем ему мешать. И давайте-ка сделаем новую армию в формировании. Это, кстати говоря, нам и даст генералов. И вот она, реабилитация офицеров Рейхсвера. Получаем мы себе кучу генералов. И у нас здесь доступны только политические офицеры. Возьмем вот, атака плюс 6, оборона минус 5. Обменивать оборону на атаку, в принципе, нормально. Итак, тут вот они у нас генералы. Счастью, Бева. Это РП, господи, как называется. Их тут немало, я вам скажу. А вот тут уже не так сильно интересные. Тут две атаки пехоты на 15 обороны. Вот это уже не очень того стоит, я вам скажу. Ну, ладно, я, в принципе, думаю, понимаю, кто должен стать фельдмаршалом главным. Очевидно, в нашей армии. Теперь остается лишь раздать солдат. И смотрите, тут даже вот такие вот личности есть в генералах. В принципе, неудивительно. И даже вот такие, смотрите. Решение вопроса, смотрите-ка. Тут есть вопросик, так сказать, к евреям. Хм, я спор вновь оказалась гонимой. Кто бы мог подумать? Предатели? Кто это такой? Он достал свой люгер, раздался выстрел. В отель. То есть закончилось. Эрнест Трем спас. Эрнест Трем спас нашего фюрера. И мы убрали от отеля и поставили туда Рема. Потеряли ресурс, но получили себе вот ужас в ночи против противодаванов. Короче говоря, нормально, хотя ресурс вообще чуть-чуть поинтереснее в среднем. Политические офицеры готовы. И давайте мы займемся уже восприятием Германии. А это будет у нас уже открытие новых фокусов, новых решений. Тут вон красный империалитм. Смотрите, какой это безумный баф. На самом деле 15 ТНП просто у нас будет. Вот 0 ТНП на самом деле уже, в общем-то, космическая Германия будет. Это, ребят, будет в следующей серии. Так что с вами был Лабгей. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискорд. Как обычно, и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok